В России 2023 год объявлен годом педагога и наставника. В муниципалитетах области проходят мероприятия, на которых чествуют заслуженных учителей. С молодыми педагогами делится опытом старшее поколение опытных учителей. А в Калязине на днях состоялось памятное мероприятие в честь знаменитого учителя, почетного гражданина Калязинского района. На здании городской средней школы открыли мемориальную доску в честь историка-краеведа, кандидата педагогических наук Николая Андреевича Суворова. На торжественную церемонию собрались ученики, педагоги школы, юноармейцы и родственники. Николай Андреевич Суворов родился в 1924 году в Калязинском районе, деревнец Сорокино. Шесть лет, с 42-го года по 48-й год он служил в рядах советской армии, принимал участие в Великой Отечественной войне, получил во время Великой Отечественной множества наград. После Великой Отечественной войны вернулся на родную землю и окончил Московский педагогический институт, аспирантуру. В течение всей жизни Николай Суворов занимался краеведческой работой. Изучал родной край, создал при школе историко-краеведческий музей. За свою педагогическую деятельность награжден значком «Отличник народного просвещения». Открытие памятной доски – это инициатива Калязинского районного совета ветеранов. Средства на плиту собирала общественность города и члены совета. До сих пор его ученики с благодарностью вспоминают его уроки. Николай Андреевич собрал весь материал, который можно было тогда, и создал книжку, очень хорошую книгу о Калязинцах, которые принимали участие в годы Великой Отечественной войны. Он очень активный человек был, очень активный. Он постоянно работал с советом ветеранов и очень много работал с детьми. Николай Андреевич вел большую просветительскую работу. Опубликовал более 200 научных и публицистических статей. Издал более 10 книг по истории Калязина. Он действительно всю свою жизнь отдал делу народного образования, воспитания подрастающего поколения. В духе любви и к родине, и в частности к малой родине Калязину, Калязинскому району, потому что долгое время занимался изучением истории Калязинского района. Последние годы, будучи уже в почетном возрасте, Николай Андреевич не переставал быть активным участником общественной жизни района. Общался с молодежью, ветеранами, бывал на культурных мероприятиях, а также продолжал плодотворно работать. Такие люди-педагоги являются лучшим примером патриотизма и ответственного труда для многих поколений.